Добрый вечер. После годичного перерыва мы снова встречаемся. На этот раз впервые я решил начать разговор о православии с разговора о Боге. Потому что обычно начинали с рассказа о Библии или с рассказа по истории церкви, с символики, иконы даже бывало. Но сегодня я решил впервые более придерживаться классической схемы катехиеса, когда сначала идет некое изложение учения о Боге, а потом уже касаются евангельских тем. Но все же, какой будет некоторая методика нашего размышления? Вообще задача любого философа определить для себя некий момент истины. Во всем многообразии человеческой жизни, во самых разных ситуациях, которые бывают в человеческой жизни. А где та, когда человек по-настоящему является самим собой? В какую минутку приоткрывается самое глубокое, самое истинное, самое человечное, что есть в человеке? И вот разница между различными философиями как раз прежде всего состоит в том, что они по-разному определяют этот момент истины. Вот представьте, что вы даете детям, которые учатся в художественной школе, даете им задание. Пойдите в свой родной город, выберите то место, которое вам больше всего понравится, которое вы считаете вот таким жизненным средоточенным, самим смыслом нашего города, его истории, его жизни, с чем вы связываете его будущее и так далее. Вот найдите такое место и нарисуйте. И вот детишки расходятся по городу, каждый выбирает что-то свое, рисует, а затем приносит учителю. И вот если учитель хорошо знает свой город, он смотрит на эти рисуночки и может сказать, вот, слушай, Маша, ты, наверное, рисовал вот с этого прикрестка. Петя, твой рисунок, наверное, вот с этой площади сделал. А вот ты смотрел вот с этого холма, наверное, да? И вот эти дети разошлись и рисуют, кто где встал. Кто-то нарисовал крепостную стену. Вот понятное дело, что для такого ребенка, точнее, философа, для него вся история – это история сражений, история военных походов, история империй. В общем, вся история – это история воли к власти. Это, скажем, Шопенгауэр будет у нас. Другой художник юный встал и нарисовал, предположим, городской рынок. Вот понятно, что для него вся история города, история человечества – это история торговли, история рыночных отношений. Но это Адам Смит, да, любимый писатель, как известный Евгений Онегин, политэконом. Кто-то встал и нарисовал вид на фабрику. Для него, соответственно, вся история человечества – это история производительных сил, их развития, борьбы с производственными отношениями и прочее, и прочее. Это любимый всеми нами Карл Маркс. Еще один художник, он же мыслитель, нарисовал вид на бордель. И очень так со вкусом и сознанием дела описал все то, что там происходит. И затем издал об этом собрание сочинений под названием «Психоанализ» Зигмата Фрейда или еще что-нибудь такое. Кто-то нарисовал, скажем, вид на ратушу городскую. Для него история человечества, история города – это администрирование, сложные такие процессы управления. Для кого-то таким главным местом в городе оказался театр, а для кого-то храм. Понятно, что для православного человека действительно храм, монастырь будет таким местом, с которым связаны самые такие глубокие и истинные проявления человеческой сути. И если вот пробовать на уровне, если хотите, не философского уже анализа, а просто констатации факта, попробовать спросить, ну а где же та минуточка, в которой православие видит проблеск потаенной сути человека? Вот мне кажется, такой минуточкой будет Пасха, пасхальная радость. Вот это то, что это та минута, которую православие считает самым главным призванием человека. Человек создан для этой радости. Вот эту радость, которую он испытывает в эту ночь, есть прообраз того, что Бог уготовил любящим его. И все то, что есть в православии тяжелого, трудного, есть путь к этой Пасхе, как вот тот великий пост, к которому мы идем сейчас. Весь подвиг покаяния, исповеди, воздержание и так далее. Все это условия, при которых возможно прикосновение к Пасхе. Так вот, а если не как констатацию это сказать, а попробовать обосновать это, ну в таком случае я предлагаю вам последовать вот таким путем. Итак, представьте, попался нам в руки некий ключик. Вот ключ. Мы подобрали где-то на улице интересный ключ из затейливой конфигурации. И вот мы смотрим на этот ключик и думаем, каким же должен быть замок, к которому этот ключ подойдет. В какую скважину он может войти и что это за замок такой. Ну вот, для любого философа очень важно найти вот такой ключик, такую вот посылку. Именно найти. Он ее не доказывает, он ее не делает. Любая система философского размышления начинается с какой-то аксиомы. Любая научная деятельность. И в физике то же самое. Даже в арифметике, даже в геометрии есть аксиомы, набор аксиом. И вот желательно, чтобы эти аксиомы было минимальное число, чтобы они не разрастались бесконечно. И вот от этих аксиом пробовать строить уже все дальнейшее. Так вот, я предлагаю в качестве такой аксиомы взять один тезис. Свобода человека. Я не могу доказать, что человек свободен. Я думаю, что почти никто не может этого сделать. Но все же обычно люди живут с таким убеждением, что все-таки мы свободны. И вот я считаю, что это убеждение, это не заблуждение. Это справедливо. И я просто в ответ, вслед за очень серьезными людьми, работавшими над этой темой в европейской философской традиции, в русской философской традиции, спрашиваю, а какие следствия, скажем так, к принятию каких следствий обязывает нас принятие этой аксиомы? Если я свободен, то что из этого значит? Вот человек свободен. Какой должна быть вселенная, чтобы допустить свободу человека? И вот здесь, в размышлении на эту тему, я хотел бы начать с обращения к такой значимой фигуре, как Эммануил Кант. Человек, которого мы можем даже до некоторой степени называть нашим соотечественником и великим русским философом. Благо, по крайней мере, какое-то время он действительно был подданным Российской империи и писал верноподданные прошения императрице Екатерине о том, чтобы его утвердили в должности профессора Кенигсбергского университета Калининградского, то бишь Нончи. Так вот, О Канте сегодня знает большее число людей, чем его читали. Это понятно. Это все благодаря мастеру Маргарите Булгак. Вы помните, что когда некий персонаж иностранного происхождения появляется на патриарших прудах и беседует с цветом советской интеллигенции, то он упоминает, как в таком заурядном факте в своей биографии, «Пил я надысь кофе с Эммануилом Кантом». И вот профессор сказал мне, и дальше поясняет, что Кант, который опроверг пять традиционных доказательств бытия Бога, затем как бы в насмешку придумал свое шестое. Вот Иван Бездомный, естественно, на это реагирует. Взять в этого Канта за такие доказательства до вселовки годика натрия. Итак, за что же Кант удостоился такого приговора, ссылки в соловки на три годика? Ход рассуждения Канта вполне логичен. То, как он размышляет, может быть резюмировано в форме достаточно простого силогизма, обычного силогизма. У этого силогизма большая посылка, некий общий тезис, из которого все исходит. Я поясню, что такое силогизм, вкратце, некое формально правильное логическое размышление, которое, скажем, в стандартном виде имеет такую форму. Положим, все люди смертные, это большая посылка, общая формула. Малая, Петр человек, вывод, следовательно, Петр смерти. Вот такое размышление. У него бывают разные формы, с отрицательными суждениями и так далее. Так вот, большая посылка у Канта такая. Все в мире происходит по какой-то причине. В мире не бывает беспричинных событий. Если некий феномен существует, если некое событие произошло, значит, была причина, по которой это произошло именно так, а не иначе. Вот в науке это называется принцип детерминизма. Самый общий закон мироздания. В основу всякого научного мышления. Принцип детерминизма. Его пробовали расшатывать в Европе, скажем, в философии и физике 20 века. Можно вспомнить полемику Бора и Пейнштейна по этому поводу. Но в конце концов просто пришли к тому, что принцип детерминизма может пониматься немножко более гибко, чем это было в механистической философии и в Ньютоновской парадигме. Но все равно принцип детерминизма наукой все-таки признается. А малая посылка такая. Человек свободен. Вот что это за посылка такая? Кант точно так же говорит. Я не могу доказать, что человек свободен. Но давайте попробуем это постулировать. Как мы это постулируем? Ну, в частности, через отрицание противоположной возможности. Ну, давайте предположим, что человек не свободен. Хорошо. Если так, что тогда из этого последует? Тогда нам придется отменить этику. Придется отменить право. Потому что если мой сегодняшний поступок не свободен, а он всецело предопределен тем, что со мной было вчера и позавчера, в таком случае, если этот поступок был хороший, то ордена надо граждать не меня, а, скажем, моих родителей и учителей. Если поступок был плохой, пожалуйста, пусть они идут в тюрьму вместо меня. Если человек все свои действия совершает, точно так же, как совершают природные энергии, природные феномены, ну, нет оснований для того, чтобы к человеку прилагать категорию долга. Это очень важная мысль Канта. В природе нет категории долга. В природе все может быть описано только так, как оно есть. И мы не можем сказать, что Волга должна впадать в Каспийское море. Что это ее нравственный долг. Почетная обязанность и так далее. Нет, не удастся. Мы можем сказать, что вот это происходит так-то и так-то. Но мы не можем сказать, что вот следовало бы Волге поступить так-то. А вот это она сделала неправильно. Иначе мы уподобимся царю, если не ошибаюсь, Дарию Персидскому, который однажды высек проливы черноморские за то, что разметали его мост, который он навел шторма. Так вот, в мире природы долго быть не может. И если мы человека рассматриваем в качестве чисто природного феномена, и говорим, что человек это не более чем частица мира. В таком случае категорию долга, права, совести, греха, заслуги. Мы должны устранить из нашей мысли. Это иллюзия. И вот здесь и открывается очень интересная особенность именно христианской философской традиции. Для античной философии, равно как для индийской философии, вообще для такого языческого и архаического типа мышления, человек есть микрокосмос. Но так же это и в современном оккультизме, так это в каббалистической традиции. Человек микрокосмос. Мир большой это макрокосмос, а мир малый человек это микрокосмос. В самом деле, все, что есть во Вселенной, есть в человеке. Отец Павел Флоренский вот эту философему резюмировал в такой блестящей фразе. Он говорит, человек это сокращенный конспект мироздания. Есть в мире некие процессы, которые описываются химией. Эти процессы есть в нас. Есть некие процессы, которые описываются, скажем, с помощью языка квантовой механики, физики. Они есть и в нас, конечно, происходят. Хотя бы отчасти. Есть процессы, которые описываются на уровне биологии. Да, конечно, мы принадлежим и к животному миру тоже. И к миру химических феноменов мы причастны. Мы причастны и к миру физических феноменов. И к миру животному. Мы причастны и к социуму и так далее. Да, человек это микрокосмос. Это правда. Но уже начиная с 4-го столетия, от святителя Григория Ниско, Григория Богослова, идет бунт христианской мысли против этой формулы. И рождается удивительная формула. Человек, если для античной философии, человек это был микрокосмос, помещенный в макрокосмос, то Григорий Ниски говорит ровно обратную вещь. Да и человек это макрокосмос, помещенный в микрокосмос. Человек это большой мир, помещенный в мир маленький. Потому что правильно, все то, что есть во Вселенной, все то, что есть в природе, в космосе, в мироздании, все это есть в нас. Но у нас еще есть нечто, чего нет во всем остальном бытии. Образ Божий. Дар свободы. Дар мысли, осознанности. Вот этого во всем мире, который ниже нас и вокруг нас, этого там нет. И поэтому, как подчеркивали эти вот отцы 4-го века, не надо называть человека микрокосмосом, потому что тем самым ты уравниваешь его с мышью. А человек, мышь тоже есть в сочетании 4-х стихий, мышь тоже есть в микрокосмосе. Но человек не только мышь. Хотя некое мышиное начало в нем, конечно, присутствует. И начатки животной психологии, и физиологии, и так далее. Все это есть. Так вот, человеческое существование, человеческий поступок, можно описать в двух системах отсчета, в двух системах координат. И вот Кант это делает в двух своих разных работах. Вот есть, скажем, вы знаете, у него критика чистого разума, есть критика практического разума. И вот, если мы смотрим на человека извне, со стороны, то в таком случае человек перед нами проходит, как комета пролетает по небу, так же и человек проходит мимо нашей жизни. Кстати, позавчера впервые в своей жизни я таки видел комету. И оказывается, что они летят неправильно. Они, оказывается, летят по небу хвостом вперед. Потому что у меня все время, конечно, было ощущение, что хвост за ними сзади должен развиваться. Вот физики пробовали мне что-то такое, я бы раньше не верил. Пока не верил своими глазами, это было в Сибири, в Тобольске. Так что, оказалось интересное зрелище. Если я наблюдаю с другим человеком, мне всегда кажется, что я могу понять, почему он так поступил. Могу найти причины, мотивы, предопределившие это его поведение. Представьте себе, что некий журналист, мы, предположим, из московского комсомольца, получает задание пойти и написать очерк о своем ровеснике или ровеснице, ушедшей в православный монастырь. Вот идет, тем более, Великий пост, как бы тема актуальная, к Пасхе надо что-нибудь такое экзотическое написать. Едет в монастырь женский, беседует с послушницей, и затем появляется очерк, в котором автор пробует анализировать, что же он там увидел. Дает свою рефлексию над этим. Ну, вы понимаете, понятное дело, крушение Советского Союза, коммунистической идеологии, духовный вакуум, влияние улицы, недостаток витаминов, трудное детство, недостатки школьной системы. Поэтому куда же бедняжке было податься, как не в монастырь. Через две недели тот же самый журналист получает к 1 мая задание написать очерк из жизни труженицы Панели. Ну, понятно, почему к 1 мая, потому что 1 мая вообще-то в Эльбругиева ночь. И как бы всякая нечисть должна вот здесь вот выйти наружу. И вот деет он опять же к метрополию, знакомится с барышней, беседует с ней. Вот и поясняет, ну, правильно, а что же еще можно было ожидать от нашей маленькой веры, которая угораздила родиться в период крушения Советского Союза, коммунистической идеологии, визгнение духовного вакуума, влияние улицы, недостаток витаминов, недостатки школьной системы образования, куда ей бедняжке было податься, кроме как не на панели. Вот титно, наблюдая со стороны, всегда очень легко вместить человека в свою категорию, в свою сетку категорий, в свое представление. И все будет понятно, почему он так вот сделал, и так далее. И даже свою жизнь мы очень часто склонны стилизовать так, что мы свободы в себе самом не замечаем, и находим в этом великую радость, потому что тем самым мы как бы с себя снимаем ответственность. А что я могу? А нас всех так воспитали. Я тут не виноват. Но все же, если присмотреться к себе самому повнимательнее, то всегда будет заметно, ну, не всегда, конечно, а хотя бы иногда можно заметить, что в минуту выбора перед поступком есть такая секундочка, когда течение времени останавливается, когда останавливается железная сцепка событий, и когда я все-таки могу сказать да или нет. Да, конечно, мы включены в систему причинных отношений. Да, конечно, человек в основном подчинен закону причинно-средственных отношений. Но для научного мышления особенно не столь, не всегда важна статистика. Иногда бывает важно заметить уникальный феномен. Ну и что, что белые вороны не водятся на наших улицах? Но если хотя бы однажды белая ворона была замечена, значит, уже можно сказать, что белые вороны существуют в природе, или белые слоны, или свободные люди. Да, может быть, мы очень редко пользуемся нашей свободой. Может быть, даже в жизни каждого из нас мы заметим всего лишь навсего 3-4 случая. А может быть, этот случай будет один на столетие вообще в жизни всего человечества. Но если хотя бы один человек за всю историю человеческого рода однажды поступил свободно, значит, все-таки свобода доступна для человека. А то, что мы ее задвинули в дальний угол, это уже другая проблема. Так что происходит в нашей свободе, в этом акте выбора? В моем прошлом есть очень много воздействий на меня. Есть факторы, которые склоняют меня к тому, чтобы я пошел налево. Есть факторы, которые склоняют меня к тому, чтобы я пошел направо. И если я сделаю свой выбор, то то, что я пошел направо, будет очень обоснованно. Это будет небеспричинно, это будет иметь свои основания в моем прошлом, правда. Но если я пойду налево, тоже это будет небеспричинно. Тоже это будет обоснованно, потом задним числом анализирую, наблюдаю. И тоже обнаружится, что были причины, которые подплотнули к тому, что я пошел налево. Но оказывается, вот все эти давления, вот эти многообразные давления моего прошлого, моей среды, все эти давления на меня, все они все-таки на какую-то секундочку замирают, минуту выбора. Я как стрелочник могу привести, этот литерный поезд пойдет по этому пути или по этому пути, куда он молчится. Да, он идет не из этой моей секунды, он раньше набрал ход, он идет по рельсам, которые уже давно проложены, но все же от моего движения воли, от моей руки зависит, туда он пойдет или вот туда. Так вот, в философии Канта это можно описать с привлечением таких его терминов, как «вещь в себе» и «вещь для нас». Вот «вещь для нас» это то, что доступно наблюдателю, внешнему наблюдателю. Вот я извне смотрю на мир, на другого человека, и я на его поступки, и я все это воспринимаю, как нечто связанное причинно-следственными цепями, нечто обоснованное, логически развивающееся. Но есть вещь в себе, которая недоступна вот такому чужому взгляду. По учению Канта есть только три вещи в себе, которые не подлежат выражению вот в этой системе категорий, в рамках детерминистского мировоззрения. Этих три реалии, эти три реалии таковы. Это моя личность, моё я. Мир как целое, потому что я могу познавать отдельные части Вселенной, но я никогда не могу окинуть своим взглядом всё мироздание в его целостность. И Бог, который тоже вот ускользает от того, чтобы я вот кусочек из него отчипну, и о нём бы сказал, что я теперь это точно знаю. Вот три вещи в себе такие. И вот Кант говорит, итак, смотрите, вот есть мир вещей для нас, мир природных феноменов, он подчинён причинственным отношениям. Но если мы начинаем смотреть на мир глазами этики, практического разума, мы должны предположить, что человек способен исполнять не веление прошлого, а веление долга. И значит человек свободен. Значит, настоящее и будущее человека определяются не просто его прошлым, а определяются его выбором, его свободой. И так нравственно необходимо признавать нравственную свободу человека. Если мы этого не сделаем, то в таком случае мы должны будем отказаться от всех нравственных категорий, отказаться от оценок и своих поступков, и поступков ближних. В самом деле мы же не наказываем Луну за то, что она устроила нам солнечное затмение. Не объявляемее выговора с занесением в личный гороскоп. Точно так же и нельзя наказывать человека, чьё нравственное и совестное чувство вдруг ушло в затменную зону, в минуту, когда оно должно было проявиться. Значит, оказывается, совесть человека не то же самое, что и Луна. Это явление совершенно другого порядка. Итак, вторая малая посылка этого селогизма Канта. Человек свободен. И вывод. Вывод оказывается таким. Если в мире феноменов всё подлежит принципу дотерминизма, а человек свободен, это значит, что он не подчиняется принципу дотерминизму. Это означает, что мир феноменов не исчерпывает всего многообразия бытия. Так Кант приходит к фундаментальнейшей философской идее. И должен заметить, что к этой идее так или иначе с разных сторон подходили все серьёзные философы мира, начиная, скажем, от Платона или индийских философов и вплоть до современности русской религиозной философии. Идея иерархии бытия. Иерархия бытия. Оказывается, тот мир, который знаком нам ближе всего, ну, как обычно нам кажется, что он ближе всего нам знаком, мир физический. Мир, где господствуют принципы дотерминизма. Мир, который изъясним в категориях рассудка. Вот это только поверхностная плёночка океана бытия. А под нею таится некое истинное бытие. История философии называлась очень по-разному. У Платона это был, скажем, мир идей, мир эйдесов. Это могло быть единая плотина. Это могло быть Брахму, индийских мыслителей Брахма и так далее. Но всё же, вот, во всей мировой философии появлялась эта иерархия бытия. Но заметьте, как своеобразно она появляется у Канта. Оказывается, сущностным признаком этого бытия является свобода. Человек участвует в мире явлений, но не принадлежит ему. Теперь спросим иначе. Есть ли в Российской Федерации люди, у которых есть законные основания, не подчиняться основным законам нашего государства? Такие люди есть. Они называются дипломаты. Дипломат проживает в стране. До некоторой степени участвует в жизни этой страны. Но всецело не подчиняется её закону. Единственное, что он здесь обязан соблюдать, правила дорожного движения. Вот это вот на него распространяется. А конституции нет. Так вот, оказывается, человек не подчиняется конституции Вселенной. Человек не подчиняется основному закону мироздания. Закону детерминизма. Это означает, что мир, подчиненный законам детерминизма, не есть весь мир. А именно человеческая свобода есть окошко в этот иной порядок бытия, в иной горизонт. Что за то мы получаем? Что человеческая свобода есть символ, есть реальный знак присутствия иного бытия, которое, во-первых, свободно, во-вторых, это бытие оказывается нравственно окрашенным. Потому что человек приходит к выводу, к ощущению этого бытия через нравственный опыт, через категорию долга, через ощущение совести. Значит, это некий нравственный мир. И вот спрашивается, как же мы тогда назовем такое бытие, которое свободно, нематериально, духовно и нравственно. В философии из Кани такое бытие называлось словом Бога. И поэтому Канн делает свой вывод. Итак, нравственно необходимо признавать бытие Бога. Вот это вот и есть знамятое кантовское отказательство бытия Бога. Напоминаю, вкратце оно резюмируется. Все в мире имеет свою причину. Человек не подчиняется закону. То есть, все в мире строится по закону терминизма. Человек не подчиняется закону терминизма. Следовательно, человек не является частью этого мира. Следовательно, человек принадлежит к какому-то иному миру, в котором нет терминизма. Следовательно, вот есть этот мир духовной свободы. Следовательно, есть Бог. Кант, однако, подчеркивает, что это в строгом смысле нельзя считать доказательством. Ну, вообще надо различать две совершенно разные такие логические, философские, если хотите, педагогические процедуры. Одно дело доказать, другое дело объяснить. Если я хочу что-то вам доказать, это означает, что я размышляю так, что вы вынуждены будете просто силой логики, силой аргументов, которые я буду приводить, вы вынуждены будете с этим согласиться даже против своего желания. Но объяснение предполагает нечто совершенно другое. Объяснение предполагает приглашение собеседника в мой внутренний мир. Когда я вам нечто доказываю, я вторгаюсь в ваш мир со своими знаниями, своими аргументами. Я свое знание навязываю вам. Когда я объясняю, происходит нечто обратное. Я вас приглашаю к себе в гости и пробую пояснить, ну почему именно. Вот знаете, у нас была такая проблема, я поясняю, почему именно. Вот этот шкаф стоит у меня именно в этом углу этой комнаты. А почему не в соседней? Так вот, я приглашаю мир православия, мир христианской мысли и говорю, вот знаете, мы христиане, мы вот это, вот этот наш догмат, скажем, эту нашу традицию. Мы в ней видим такой-то смысл. Вот для нас это дорого. Мы видим смысл Великого Поста в том-то, том-то и том-то. Я могу вам пояснить, почему, там, вот скажем, почему есть смазанность перед Великим Постом, почему есть ростная смысл после Великого Поста. Хотя я могу пояснить некую смысловую связь. Но тем самым просто вам поясняю, что мы настолько абсурдисты, как иногда о нас пишут. То, что есть в церкви, для нас осмыслено. Человеческим теплым смыслом, согрето. Ну, а если человек не хочет, это смысл делать своим, то, конечно, это его, такая возможность для него есть. Так вот, что поясняет Кант. Он говорит, что это не казалось, что то, что я вам сказал. Я просто пробую вам пояснить, что между словами «свобода» и «бог» есть логическая связь. Только и всего. Вот представьте себе, что является вам некий математик, геометр, который поясняет вам, что вот у круга есть такие-то и такие-то свойства. И рассказывает вам ряд теорем, связанных там с кругом, как геометрической фигурой. А в зале сидит человек, который говорит, простите, профессор, но я круга нигде не встречал. Ваш круг – это ваша математическая иллюзия. По-настоящему круглые предметы физике неизвестны. И он будет прав. Да, круг в некотором смысле – это геометрическая модель, математическая модель. Но, даже если в мире нет ни одного предмета идеально круглого, это не означает, что геометрия не права. Потому что геометрия изучает логическую связь между кругом, скажем, между его периметром окружности и длиной радиуса и так далее. И даже если в мире нет ни одного предмета, соответствующего в точности этой формы, это не означает, что геометр неправ. Так вот, так же и здесь Кант поясняет, что, может быть, Бога нет. Вы можете так считать. Вы можете считать, что свободы нет. Но Кант поясняет, я что хочу вам пояснить, что если вы все-таки вдруг дерзнетесь считать, что человек свободен, вот тогда вы логически будете понуждены признать, что и Бог-то тогда тоже есть. Пожалуйста, вы можете считать, я не знаю, я никого Бога знать не хочу, и поэтому я буду считать, что я не свободен. Есть такие люди, которые искренне верят в то, что они не свободны. И начинается умственнее насчет того, что свобода, есть осознанная необходимость, и не более того, и так далее. Есть такие люди. Пожалуйста. Но здесь есть призыв именно к логической мысли. Вот у Канта он выглядит так. Этот моральный аргумент вовсе не имеет в виду дать объективно значимое доказательство бытия Бога. Или доказать сомневающемуся, что Бог есть. Он только доказывает, что если сомневающийся хочет в моральном отношении последовательно мыслить, то он должен признание этого положения принять в число максим своего практического разума. Обратите внимание, здесь очень важная словечка. в моральном отношении последовательно мыслить. Понимаете, последовательная мысль есть в некотором смысле этическая добродетель. У нас есть право мыслить нелогично. Есть, в принципе. Никто не может принудить нас под страком закона или еще что-то мыслить логично. Но все-таки, если мы хотим мыслить логично, если принимаем посылку свободы, то нам придется сказать, что Бог есть, следуя рассуждению Канта. Однако, это только половина той дистанции, которую он належит пройти. А дело вот в чем. Хорошо. Предположим, что наша свобода. Есть указание на то, что есть какие-то более глубины бытия, которые не описываются законами психологии, социологии, физики, физиологии и так далее. Хорошо. Пусть там есть некое бытие, которое мы назовем духовным бытием. Назовем его Богом. Вещу в себе. Пожалуйста. Ну, где у нас гарантия того, что мы свободны от Него? А не получается ли так? Вот царь проезжает через имение некоего боярина и видит, что боярин нехорошо обращается со своим смердом. И царь говорит, ты это самое, ты этого Гришку не тронь или Алешку. Не тронь этого Алешку. Я его к себе возьму. Он мне будет служить. Хорошо. Сей Алешка оказался избавлен от тирана по имени боярин Голицын, скажем. Будет ли он тем самым свободен от тирании со стороны Петра Алексеевича? Вся Алешка Меньшиков, скажем, что уже. Найдены где-то там и избавлены от полиции и так далее. Нет. Значит, если мы продолжаем наш ход мысли. Если мы построим, что человек свободен, значит, мы должны поставить страшный вопрос. Как человек может быть свободен от Бога? Не от мира, а физики. Это несложно показать. Это несложно понять. Понимаете? Да, человек выше мира. Потому что он разумен, потому что он там нравственно ответственный и так далее. Понятно. Очень легко понять, почему то, что выше, свободно от того, что ниже. Но если Бог выше нас, как мы можем быть свободны от того, что выше нас? Вот здесь начинается уже следующий итог философского рассуждения. Прежде всего, чтобы я был свободен, мне нужно предположить, быть убежденным, точнее говоря, в том, что я и Бог не одно и то же. Потому что если я и вот эта глубина бытия одно и то же, это означает, что во всех ваших головах и в моей в том числе проявляется одна и та же субстанция, одна и та же энергия. И в таком случае мы не свободны от того, чьим проявлением мы являемся. Вот на поверхности океана вскипают волны. Эти волны на поверхности. В глубине царит тишина. Любимый образ индийской философии. Индивидуальное сознание – это волны, рябь на поверхности мирового духа. Но можем ли мы сказать, что эта рябь на поверхности свободна от глубины океана? Боюсь, что нет. Вот тогда придется нам, если мы вновь говорим, если мы хотим признать человеческую свободу, нам придется тогда провести грань не только между человеком и материальным миром, но и между человеком и духовным миром. Но, повторю, не каждый хочет эту грань проводить. Но, к числу тех философских систем, которые не признают за человеком право на свободу, относятся не только марксизм, не только материализм. Увы, очень многие религиозные системы также отрицают за человеком право на свободу. И вот здесь возникает тогда вопрос. Но если мы все-таки хотим, перед лицом Бога даже, отстоять человеческую свободу, каким должны мы представлять себе Бога? Чтобы Бог был таким, чтобы мог защитить человека от него самого. Здесь мы подходим к вопросу о соотношении пантеистической философии и теистической философии. Для пантеизма, пантеизм это, скажем, философия большинства греческих философов, от Парменида до Плотина. Это философия Упанишад, это философия современных акутистов, философия Спиноза, Шопенгауэра, Блаватской, скажем, и так далее. Так вот, для пантеистов божество есть всемирная энергия, и весь мир является многообразными проявлениями этой одной единой энергии. Он спрашивается, могу ли я быть свободен от того, чьим проявлением я являюсь? Очевидно, нет. Может ли, вот скажем, да, есть гравитационное поле, вот единое поле, которое пронизывает всю жизнь Земли? Оно есть. Оно действует очень по-разному. Но могу ли я быть свободен от гравитационного поля? Скажем иначе, вот в этом здании протекает единая энергия, электричество, скажем. Эта электрическая энергия проявляет себя очень по-разному в разных электрических приборах. Вот в некоторых эта электрическая энергия превращается в свет. В некоторых приборах она же превращается в тепло. Но рядом с обогревателем стоит холодильник, и там эта же энергия проявляет себя как холод. А рядом стоит электроплита. А рядом эта же электроэнергия проявляется как звук, потому что это радиоприемник. А рядом стоит магнитофон, и там она проявляется как изображение. Энергия одна и та, проявлений у нее много. Однако, можем ли мы сказать, что у холодильника есть право выбора, как я эту энергию использую? Может быть сегодня вечером мне превратиться в электрическую печку? Надоело мне все морозить и морозить. Да, я немножко погрею. Нет, такого выбора у холодильника нет. Так вот, это и есть мой главный вопрос как культистам. Что такое наше с вами сознание? Что такое человеческая личность? Это у нас в правах такие же права, какие у холодильника по отношению к розетке? Или иные? Тогда возникает вопрос. Если у меня есть независимость от этого потока энергии, от этого духовного мира, откуда эта независимость может у меня, у червяка по сравнению с этим мировым духом, откуда она может взяться у меня? Тот дух, это тот дух, что движет солнце и светило. А я кто такой? Плесень на окраинной планете галактики, которой сегодня есть вчера не было и завтра не будет? Сам я заработать свою независимость перед лицом всемирного духа не могу. Эта независимость может быть мне только подарена. Но дарить? Кто это может? Можем ли мы сказать, что солнце дарит свой свет? Это некоторый антропоморфизм. Потому что, увы, солнце не может решить, что вот так и быть, сегодня я вам посвечу, а завтра нет. А послезавтра сдам двойную порцию. Нет. Это, конечно, некоторый такой поэтический образ, что солнце дарит свое тепло, дарит свой свет. Так, значит, то, что внизу, не может ограничить то, что вверху. Или, скажем иначе, в истории мировой философии были такие системы, которые считали, что может. Человеческое сознание ограничивает проявление вселенского духа. Но что из этого следует? В первом возникает вопрос, а что это за абсолютное сознание, которое может быть ограничено такой мелочью, как человек, индивидуальность и так далее? Значит, это не абсолют. Странное мышление о нем. И второе. Если моя индивидуальность ограничивает мировой дух, в таком случае ставится вполне понятная задача. Твоя индивидуальность должна быть стерта. Чтобы вселенский дух отдышал в тебе сполна. Вполне. И это и есть основная задача любой йоги. Стереть личность, стереть индивидуальность для того, чтобы вселенская энергия дышала в тебе сполна и проверяла себя в тебе без всяких ограничений. Есть такой исследователь буддизма Эдуард Конзе, очень серьезный буддолог, сам надо заметить, скорее, человек, симпатизирующий буддизм. И вот он однажды приводит удивительный образ, резюмирующий буддистскую технику работы с сознанием. Он говорит, путь медитации подобен работе ювелира, который работает с гальянтом, стесывая его грани. Я напомню, ювелир всегда выполняет обратную работу. Он берет алмаз, необработанный, и выявляет в нем грани, насекает на него эти грани, чтобы свет играл в этих гранях, чтобы бриллиант переливался этими гранями. А здесь совершенно обратно. И тогда свет начинает разлагаться по спектру, в частности, начинается игра переливка в хрустале, скажем. Радуга возникает, которая столь прельщает нас и в хрустале, и в бриллианте. А здесь обратная задача. Взять бриллиант и погасить блеск бриллианта. Превратить его в обычный матовый шарик. Для того, чтобы свет вновь стал белым и не разлагался по спектру. Так вот, если мы действительно так представляем себе отношения вселенского мирового духа и человеческой индивидуальности, то религиозная задача может быть только одна. Аннигиляция человека. Стирание человека ради того, чтобы вселенский дух мог дышать там во всей полноте. Христианство с этим не согласно. В таком случае оно не согласно с этой проповедью человеческого самоубийства. Но что же тут нам остается? Как тогда мы должны думать о Боге, чтобы избежать человека отрицания? И ответы для христианской мысли такой. Впрочем, прежде чем его пояснить, надо обратиться к такому интересному персонажу в европейской мысли, как Джордана Бруно. У Джордана Бруно, как вы знаете, была идея о том, что Земля не единственная обитаемая планета. Что есть в мироздании множество иных солнечных систем и планет, на которых тоже есть жизнь и иные разумные существа. Вот за эту идею Джордан Бруно сейчас очень многие любят, и ученые, и журналисты, и так далее. Но почти никогда не обращают внимания на то, каким путем Джордана Бруно пришел к этому своему выводу, который столь импонирует современным уфологам. У Джордана Бруно был такой аргумент. Он говорил, Бог бесконечная творческая мощь. Спрашивается, мог ли Бог, который есть бесконечность, создать ограниченный мир? Нет, говорит Джордана Бруно. Конечно же, для Бога было бы достойно создать мир безграничный, бесконечный. И поскольку мы не можем сказать, пишет Джордана Бруно, что Бог вполне исчерпал свою творческую мощь в создании нашей планеты и нашей истории, логично предположить, что есть и другие, бесконечное множество иных миров со своими судьбами, трагедиями и так далее. Однако этот вопрос все равно, философски эта концепция все равно оставляет вопросы, оставляет проблемы. Но все же, давайте представим себе, вот у нас есть некий резервуар бесконечной энергии. А Бог понимается в христианстве как актуальная бесконечность. Актуальная бесконечность. Да, актуальная бесконечная энергия. И вот она начинает разворачивать себя, начинает творить. Если нет никаких ограничений, в таком случае действительно эта бесконечная энергия развернет себя в бесконечность. Причем таким образом, что в каждой точке бытия будет присутствовать вся полнота Бога. Ладно, чтобы этот вопрос был немножко понятнее, сформируем его иначе, как он ставился в средневековую философию. Как бесконечная причина может пройдить конечные следствия? Как бесконечная причина может пройдить конечные следствия? Перейдем на язык современной физики. Хорошо. Может ли бесконечная энергия, бесконечно актуальная энергия, мощная энергия, реализовать себя квантами? То есть ограниченными порциями энергии. Ответ? Да, может. Но только при одном условии. Если у нее есть ограничитель, внутренний ограничитель или внешний, но который контролирует вот это истекание энергии. Что она не вся сразу переходит в актуальное состояние, явленное, проявленное состояние, а постепенно. Понимаете, если Бог, есть бесконечность, которая проявлена вполне, во всей полноте, в таком случае нас с вами нет и быть не может. Во всех религиозных традициях мира вы сможете найти одну и ту же притчу. А именно, некий князь спрашивает некого мудреца. Но ты мне спрашиваешь так, скажи мне, любежный, ты мне так много говорил о Боге, но почему я Бога не вижу, если Он источник всего и важнее всего, что есть в мире? И ответ мудреца оказывается, в самых разных религиозных традициях, одним и тем же. Мудрец говорит, князь, посмотри на солнце. Нет, я не могу. Мудрец говорит, слушай, князь, если даже этого тварного света ты не можешь выдержать более 10 секунд и слепнешь от него, то неужели же ты думаешь, что ты не ослеп бы, если Он мог видеть источник того света, которым светит солнце? Поэтому и ответ такой, что Бог прячет себя от людских глаз, чтобы не испепелить нас. Вот здесь возникает вопрос. Хорошо. Значит, тем самым мы видим, что Бог реализует себя частично, чтобы не испепелить тварный мир, не испепелить нас. Но что ограничивает эту его энергию? Несколько внешних, тогда Бог не абсолют, тогда Бог не свободен. Что, Он сам, как Он сам? Если у нас есть источник света, источник энергии, и эта энергия, скажем, мы можем регулировать, скажем, яркость этих ламп, значит, предполагается, что есть энергия, которая что-то там, а есть в наших руках регулятор, который этой энергией управляет. И регулятор, и энергия не есть источник энергии, не есть одно и то же. О Боге мы можем так думать? Философский ответ – нет. Почему? Вот здесь надо немножко напомнить такие упражнения, философские, еще греческих философов. Да, я заранее предупреждаю. Это только сегодня так, наверное, может быть, будет сложно, потому что... Потом мы займемся, может быть, богословием, и там будет полегче. Философских таких будет меньше в следующих лекциях рассуждений. Но я специально хотел бы вот с такой сложной темы решил начать. Просто для того, чтобы с самого начала, без полемики, а просто вот на факте, опровергнуть один миф. Потому что, понимаете, вот есть православие, а есть мифы о православии. Мифы, которые в светской школе десятилетиями существуют, в светской прессе, в сознании людей. Вот один из таких мифов состоит в том, что православие – это обряд доверия. Вот вы православные только к адилам махать умеете, а вот истинная философия, она вне церкви, она, конечно, где-нибудь. У эритиков истинная мысль. У светских мыслителей. Понимаете? Ведь удивительное дело. Вот если человек идет, скажем, вопреки, бунтует против власти антихристианской, бунтует против системы пропаганды антихристианской и отстаивает свою свободу во Христе, свое право быть христианином, удивительно, что его никто свободомыслящим не назовет. Почему-то Либер Пансе, человек свободной мысли, это обязательно атеист. С какой стать? Извините, но в советской промерии даже сегодня быть атеистом или неправославным человеком означает всего лишь навсего следовать моде. Есть какая-то мода, иметь фигу в кармане по поводу православной церкви. Это мода сегодня в интеллектуальной среде. Как же сказать что-нибудь гадкое по поводу церкви, московской патриархии, и дальше по вкусу, там чекисты в рясах, или это коммерсанты в рясах, и прочее, уже по вкусу там добавляют дозировку московского комсомольца. Так вот, я пробую пояснить, что православие это не просто традиция исполнения обрядов. Это не просто традиция зубрежки. Вызвучил наизусть Библию, выучил наизусть катехизис. И знай только себе, вари себе компот из цитат. И любая пытка логической мысли, тут же те скажут, нет, верь, ибо абсурдно. Не смей думать. Я пробую пояснить, что нет, это миф. Не было такого никогда в истории церкви. И христианство, православие, это помимо всего прочего, это не только 2000 лет монашества, это не только 2000 лет литургической жизни, не только 2000 лет аскезы, не только 2000 лет переписывания Библии, это еще и 2000 лет усилия мысли. Вот. Теперь, и это усилие мысли. Еще одно хочу подчеркнуть. Христианство не религия инопланетян. Мы всегда жили здесь. И апостолы здесь жили. Выросли здесь. Проповедовали здесь. И святые отцы. Что я хочу сказать. В некотором смысле, семечко христианства, да, занесено к нам извне. Но выросло это семя, вобрав в себя лучшие соки самой земли. В этом смысле мы не инопланетяне. Христианство имеет право называть себя законным плодом мировой культуры. Но, конечно, при этом мы всегда помним, что сама зависть, из которой выросло это древо, появился этот плод, конечно, не рукотворный. Конечно, не человеческого, сверхкультурного происхождения. Действительно, откровение Божие. Так вот, поэтому я считаю себя вполне вправе объяснить вам ход христианского размышления, обращаться к истории вообще всей человеческой мысли, в том числе и дохристианской и греческой. Итак, греческая диалектика. Там поставлен был такой вопрос. Скажите, что означает бессмертие? Что может быть бессмертным бытием, вечным бытием? Ответ. То, что не может умереть. Следующий вопрос. А что не может умереть? Что такое смерть? Давайте сначала ответим так. Что такое смерть? Смерть есть распад. Разделение. Расстройство. Хорошо. А что может избежать распада? Только то, в чем нечему распадаться. А где, в чем, что есть такого, в чем не может быть распада? Ответ. Абсолютно простое существо. Вот если есть двусоставная некая смесь, рано или поздно она расщепится. Но вот если она абсолютно монолитна, абсолютно проста, тогда вот у нее есть шансы существовать очень долго. Так вот, поэтому еще греческая философия говорила, что Бог есть простое существо. Простое в том смысле, и именно поэтому Бог есть вечное бытие. Там ничего не может расщепиться, расколоться. И поэтому Бог есть вечность. Однако, если мы только что сказали, вдруг предположили, что в Боге мы постулируем, с одной стороны, источник энергии, а с другой стороны, регулятор, краник, который вот эту энергию струйкой небольшой выпускает, только квантами, значит, мы допустили сложность в Боге. Такое существо Бога можно назвать, не можем. Что же тогда остается? Тогда остается только христианский выход. Сказать, да, божественное существо. Просто. Безграничное. Бесконечное. Просто. Но. Над божественным бытием существует божественная личность, которая контролирует проявление этой божественной природы вовне. Но при этом нельзя представить, что личность есть некая особая деталь, особая составляющая часть, которая где-то рядышком с природой лежит. Различия личности и природы и в человеке, и в Боге. В православной традиции всегда объяснялись скорее грамматически. Вот смотрите, в чем разница между природой и личностью. Если мы поставим вопрос, что держит эту записку? Ответ в руках. Если поставить вопрос, кто держит эту записку? Ответа придется указать на мою личность. Я могу прищемить свои пальцы дверью. Может быть вопрос, что болит? Пальчик болит. Кто испытывает эту боль? Кто является субъектом этой боли? Носителем ее? И опять придется указать на личность. Так вот, природа отвечает на вопрос, что? Личность отвечает на вопрос, кто? Это некий субъект, который владеет всеми качествами природы. Всеми ее составляющими. Но самого этого субъекта нельзя охарактеризовать с помощью каких-то качеств. Он носитель всех качеств. Носитель всех признаков, которые свободно распоряжаются им. У святого Василия Великого в 4 веке есть такое предложение. Присмотрись к себе. Когда ты в себе заметишь различие между личностью и природой, перенеси это различие на Бога и не погрешишь. Вот теперь мы перейдем к некому экскурсу уже в антропологию. Как видите, это неизбежно. Теперь будет попроще. Потому что Бог это то, что на нас мало похоже. И вот мы говорили о Боге, это было тяжело. Теперь о людях будем говорить, о самих себе. Будет уже полегче. Итак, каждому из нас известно, что мы весьма сложны. В книге Бытия, когда говорится о том, что Бог создавал человека, есть такая фраза, которая очень затемнена русским переводом. Фраза такая. И вдунул Бог, слепил Бог человека из глины, а после этого вот в эту глинную статую или что там. Особый разговор, что это было, требует особого разговора. Здесь все не так очевидно. А теперь говорится так. И Бог вдунул в лице человека дыхание жизни. В лицо человека вдунул. Это в русском тексте. А в еврейском тексте есть две особенности. Во-первых, там говорится, не в лицо, а в ноздри. Буквально. В ноздри человека. Вот чтобы понять смысл этих слов, надо себе представлять, что культуры бывают разные людей. И в разных культурах есть в частности разные способы, разные этикеты в том числе. Так вот, скажем, когда мы приветствуем друг друга. В западном мире сегодня, ну, по-моему, во всем мире сегодня подают друг другу руки здоровые. Или там, скажем, целуются. А вот в древнем Вавилоне приветствие состояло в том, что люди потеряли нос при виде другого. Потирание носа было знаком приветствия. И поэтому то, что здесь вот Бог в ноздри человека вдыхает жизнь, это поцелуй в нос, это знак приветствия. Вот представьте, вот как бы вот женщина родила малыша, и первый раз ему ее, ей его приносит. И вот первые робкие поцелуи, здравствуй, малыш. Вот это вот нища такое, что мы видим как раз на этих первых страницах Библии. Дыхание жизни, дыхание ноздри человека. А следующая интересная деталь, которая исчезла в русском переводе, слово жизнь здесь стоит в еврейском тексте, в масоретском, во множественном числе, нефеш хаим. Много жизней дана человеку. Но только не в компьютерном смысле, как вот в компьютерных играх. Много попыток, у тебя много шансов быть расстрелянным, сожженным и так далее. Не в этом смысле. И не в смысле реинкарнации, что вот поживешь, потом еще раз поживешь, еще одна реинкарнация будет и так далее. Нет. А речь идет, во-первых, ну первичный смысл этого библейского текста. Первичный самый. Преизбыток жизни данного человека. Вот это очень интересная тема Библии, тема избытка. Вот Бог не скупердяет, Бог не мерою дает духа. Бог дает лишние дары. Вспомните, в Евангелии чудо умножения хлебов. Насытились пять тысяч. И корзины остаются объедков еще. Чудо в Кане Галилейской, первое чудо Христа. Вода превращена в вино и еще остается потом. Уже свадьба кончилась, вся пьяная лежит, а вино еще остается. И вот человек вообще весь создан так, что у нас вот что-то... Физиологи до сих пор удивляются, зачем нам нужен головной мозг. Потому что мы им пользуемся на 10%, зачем все остальное. Так вот, понятно, что это множество, это некий избыток жизни, который дан человеку. Это нехожиданный библейский смысл. А вот затем уже православная особенно традиция в этом словосочетании библейском и другой смысл начали угадывать, разглядывать. В человеке много уровней жизни. Помните, мы говорили о микрокосмосе, да? Много уровней жизни в человеке. Вот есть жизнь чисто физиологическая, которая роднит нас с животными, даже самым примитивным. Есть жизнь душевно-физиологическая, которая роднит нас с высшими животными. А надо заметить, что по учению многих отцов церкви душа человека и душа животных это, в общем-то, очень-очень близкие феномены. У Антони Великого Такуфи, у Феорфана Затворника. Ну, то, что Аристотель называет животные душа, в конце концов. Есть некоторые, ну, основные инстинкты, типа, там, скажем, эра сайтанатоса, которые мы можем и у животных подметить, и у человека подметить. Есть более высокий, чисто уровень жизни, собственно, человеческий. Ну, скажем, это уровень человеческого подсознания, скажем, да, вот, где-то между, вот, собственно, животными инстинктами и, собственно, человеческим уровнем. Некое специфически человеческое подсознательное. Именно какие-то культурные архетипы и так далее. Есть дальше уровень сознательной жизни человеческой, уровень культуры, уровень межчеловеческого общения. То, что он в языке церковном, называется душевностью. Душевный уровень. Вот здесь вот, между людьми возникает. И есть уровень высший, духа. Под духом православной традиции имеется в виду стремление человека к Богу. Или, можно сказать так, это тот орган, которому верят. Это то, чем... Ну, скажем, вот у вас есть компас, в нем есть пластмассовые детальки, а есть намагниченная железная стрелочка. И на магнитное поле, ведь не кожаный ремешок реагирует, правда? И не пластмассовый корпус, а только стрелочка. Так вот, дух, это та деталька в нас, которая реагирует на поле божественного притяжения. То, чем мы ощущаем этот призыв и откликаемся на него. Так вот, много этих уровней. Святитель Феофан Затворников насчитывает целых пять. И вот эти уровни живут все у нас, в общем-то, одновременно. Но у них у каждого свои интересы. Специфические интересы. И поэтому вот та ситуация, в которой мы оказываемся, она очень напоминает ситуацию какого-нибудь вечернего заседания Государственной Думы. Много фракций и у каждой свои требования, более или менее законные. Но время ограничено и надо решить, как бы, что именно будем обсуждать, какой правиль будем двигать. И вот наступают, скажем, какие-нибудь вечерние часы, и начинается внутренняя борьба. Фракция головы предлагает. Давай возьми книжку, почитай сейчас, что ли. Фракция сердца робко замечает, что ты ж мерзавец книжки только и делаешь, что читаешь. Давно ли ты молилась на ночь Дездемона? Не помолиться ли тебе, может быть. Ну, с ней мы быстро разбираемся обычно, она заглохнет. Но есть более мощная фракция, фракция желудка, которая говорит, вообще, что там ребята предлагают. Кушать надо. Есть еще там одна фракция радикальных демократов, я просто молчу, что они предлагают. И вот много таких вот фракций, и все требуют слова, все требуют реализации своих программ, спасения отечества только через их труп. А моя личность на все это взирает как спикер на парламент. И единственный критерий, которым он может руководствоваться, это вот лозунг советской продавщицы «Вас много, я одна». И, соответственно, вот как в православной аскетике осмысляется феномен свободы человека и выбора человека. выбор – это наложение свободного произволения моей личностной воли на энергию той или иной из моих фракций. Я соизволяю чему-то и говорю, да, вот ваше слово, товарищ Маузер. Или ваше, или ваше, а ты вообще молчи. И вот что важно. Все фракции в парламенте на законном основании. Даже радикальные демократы. То, что они предлагают, в принципе, ну, всюду люди умные. Более-менее разумные решения и так иначе там есть. Вопрос в другом. Где возникает зло? Зло возникает, когда спикер ошибается. И когда вдруг начинает проталкиваться некий законопроект, который может быть сам по себе хорош, но в этих конкретных сегодняшних условиях он может привести к чему-то худшему. Ну, чтобы не ходить далеко, скажем, какой-нибудь там законопроект приватизации земли. Может быть, сам по себе хорош в каких-то странах очень хорошо работает, но может быть сегодня в России он привел кинет печальным последствиям или наоборот. Какой-нибудь там закон об отмене смертной казни, при котором сейчас так много дискуссий. Сам по себе вещь хорошая и замечательная, но надо тоже думать о том, чем это вернется в сегодняшнем нашем обществе. Потому что вы помните в истории России эта ситуация потравилась многократно. Уже начиная с князя Владимира. Отменяли смертную казнь, а потом оказывалось, что по стране ездить уже нельзя. Далеко не безопасно из дома выйти. Так вот, все эти запросы, природные энергии, они все добры, потому что человек создан Богом таким, как он есть. И со своей физиологией, своей психологией все это Бога сданно. Это только манихеи считали, или там богомилы, что Бог создал не все тело человека, а только некоторые кусочки. А остальное туда дьяволом пришпилено. Нет, в православной традиции человек целостен, и все на месте. Грех возникает, когда человек не вовремя и не кстати принимает решение о том, что он реализует именно это стремление. То, что я хочу есть, в этом нет греха. Но если я становлюсь во время литургии перед царскими вратами, и аккуратно во время пения херуимской песни начинаю жевать бутерброд, это будет не очень адекватное поведение. Значит, вопрос в чем? Чтобы низшие импульсы, православное мышление, любое религиозное мышление, строго и иерархично, есть в человеке более высокое, есть более низкое. Так вот, грех возникает тогда, когда нечто более низкое реализуется вместо более высокого. За счет его. Вот тогда возникает грех. Так вот, как еще можно объяснить роль личности в жизни человека? Представьте себе садовника, который поливает садик свой, убирает свою планету, следуя совету Экзюпери, рано поутру. Вода, которая течет из его шланга, течет не из него. Я подчеркиваю, в православном учении источником энергии является сущность или сущность божественная, природа божественная или природа человеческая. А личность, она над природой и она просто контролирует проявление этих энергий. Личность не вырабатывает эти энергии из себя. Это дело природы. Так вот, из шланга садовник поливает. Вода течет из системы водоснабжения, не из садовника. А от садовника зависит напор, интенсивность, убавить или сдержать. Сейчас напор в эту секунду. И куда направить этот шланг? Потому что он может поливать правильно, под корешок поливать. Может поливать неправильно и направить на цветы и тогда вымывать из них пыльцу. Может смывать пыль с листвы деревьев. Наконец, он может направить шланг к физиономии прохожим. Это тоже довольно интересное занятие. Так вот, садовник, в данном случае, это опять личность, которая решает, куда я направлю вот эту энергию и с какой интенсивностью. Вот в этой ситуации чем именно я воспользуюсь. Какой из моих энергий, какую из них я проявлю сейчас. Так вот, вновь, мои слова Василия Великого. Какое представление о различении сущности и ипостаси, сущности и личности ты приобрел, наблюдая за самым собой, перенеси на Бога и не полрешишь. Вот так же можно сказать и в Боге. Бог контролирует личность Божества, контролирует истечение энергий, творящих, управляющих энергий, которые истекают из Божественной природы. Оказывается, Бог способен к самоограничению. Вот, это важнейший вывод христианской философии свободы. Я могу быть свободен только в том случае, если Бог способен к самоограничению, к тому, что Он, я не могу ограничить Его пылание, Его сияние, испепеляющее нас всех. Я не могу ограничить Его. Но Он Сам, оказывается, умеряет Своё сияние для того, чтобы лишь частично проявляться в мире. Это означает, что Бог есть личность. Потому что контролировать свои энергии безличностная энергия не может, но только личная личность может это делать. Итак, первый вывод, который мы сделали из свободы человека, что мир феноменов не есть весь мир. Человек свободен, значит, есть божество, божественное бытие. И второй вывод, человек свободен и от божественного бытия. И это означает, что Бог освободил нас от своего всецелого влияния. Значит, Бог есть личность. У Бога есть желание, есть цели, есть любовь. Чтобы это было понятно, я напомню вам еще об одной философской схеме, которая известна в истории религии. Чтобы через некое оппонирование пояснить, чем христианство не является. В истории религиозной философии известна такая модель, которая называется окказионализм. Окказионализм предполагает, что Бог является непосредственной причиной каждого события происходящего в мире. Вот если вы сидите и, скажем, пишете, конспектируете, скажем, эти слова, это не означает, что вы это делаете, потому что вам это захотелось или не захотелось. Нет. Бог каждую секунду творит мир. Это учение сунизма, одно из основных направлений ислама. Бог каждое мгновение творит мир заново. И при этом он создает человек, всю вселенную, создает вашу память о прошлом, создает ваши планы на будущее, создает отражение, скажем, других людей в ваших глазах. В мире нет ничего такого, что не было бы ежесекундно, ежемоментно зависимо и продуцировано от воли дворца. И только от воли дворца здесь все зависит. До такой степени, что даже никаких законов мироздания быть не может. Там есть очень красивый образ, который поясняет, что такое воля Бога и судьбы вселенной. Образ такой. Представьте себе, скажем, шейха, который выезжает из своего дворца и едет куда-то в город. Вот в принципе у него есть любимый маршрут, обычный маршрут, по которому он ездит всегда, скажем, из своего дворца, скажем, куда-нибудь там в загородную резиденцию. И вот он, скажем, каждый день проезжает на своей кореснице по этому маршруту. Но ведь никто не может сказать, что кто-то шейху предписал ехать этим маршрутом. Нет. И он в любое мгновение может избрать проехать по другой улице, через другую площадь. Вот так же и Аллах. Хотя он велит каждый день солнцу вставать на востоке и захистить на западе, но в принципе он в любую секунду может сделать так, что все будет иначе. мы этого даже не заметим, потому что он сделает так, что в нашей памяти все будет так, что как будто в течение веков именно на западе солнце всходило. Вот из этой философии казионализма вытекали, между прочим, и истекала печаль скажем, поэзии Амара Хаяма. Вспомните его знаменитые Рубаи. Не спрашивает мяч согласия с броском, по полю носятся гонимы игроком. Лишь тот, кто некогда тебя сюда забросил, тому все ведомо, тот знает во всем. Или скажем там, прежде чем чашу судьбы и запьем, любимая чашу другую нальем, может статься, что сделать глоток пред концом, не позволит нам небо в безумии своем. Богоборчество Амара Хаяма оно же как раз это питается именно тем, что в мире есть только Бог и ни для чего другого, ни для чьей свободы, места уже воли, любви, места уже более не остается. Итак, если мы хотим отстоять человеческую свободу, то мы должны мыслить себе мироздание, мыслить себе бытие таким, чтобы мир, который ниже человека, не поглощал человека, чтобы человека не всасывало в себя трясины мира детерминизма. Но с другой стороны, мы при этом должны и горний мир мыслить таким, чтобы он мог подарить нам свободу от себя самого. А на такое самоумоление способна только личность. Только личность, которая знает такое понятие, которое в православном богословии обозначается словом кеносис. Самоумоление, самоистощание, смирение Бога перед своим творением. И однажды святитель Иоанн Златоуст употребляет слово, которое столь необычно, он говорит, Бог становится слугой нашего спасения. Мы привыкли и должна ощущаться рабами Божьими. Но оказывается, христианство знает и иную перспективу. Такую перспективу, в которой Бог заботится о мире и служит миру, человеку, служит нашему спасению. И это не необходимая забота, а именно свобода личности, забота личности это забота свободной любви. Ну что же, на этом сегодняшняя лекционная часть наша закончена. Сколько времени сейчас? Ну ладно, тогда есть вопросы, можно какое-то время, полчаса или сколько вы пожелаете говорить на те темы, которые вы предложите. Устные вопросы есть из зала или через записки будем общаться. Мне в руки попала книга Евангелия эпохи Водолея Левит Доулинг перевод с английского повествует о деянии Христа в Индии Персии Тибете и так далее. Что вы скажете об этой книге? Если даже почитать какие-то очень куцые предисловия к этой книжке все равно будет понятно, что книга относится к числу чистейших мифов. То есть там никакой возможности увидеть тексты на которые он ссылается Якова переводит. Нет. Ни рукописи, ничего. То есть чистейший воды выдум, как диктант какого-нибудь чайного духа. Вот я несколько раз попадался в такие ловушки первоначально. Например, читаешь книги Рерихов и пишешь, что они говорят «Храните заветы преподобного Сергия Радонежского». Мы верны учению преподобного Сергия Радонежского. А что за учение преподобного Сергия? Вот у человека ни одной строчки не сохранилось. Вдруг я просто неграмотный человек. Может быть, они что-то разыскали. Я думал, что может действительно просто внимательно почитать, изучить историческую литературу, в житии перелистываю снова. Да нет, вроде ничего не писал. И только потом я понял, что оказывается по их учению все было довольно сложно. Преподобный Сергий Радонежский был Кришной в прошлой жизни. Понимаете? Вот. А потом он был вот Махатмой Морией, которая диктовала в видениях какие-то там диктанты Агни-Йогер-Эрих. Справедное дело, что это вещь, которая научно не проверяем. Это из уровня спиритических видений. Точно так же, скажем, это вот Евангелие Эпохи Водолея. Наука здесь просто ничего проверить не может. Потому что если человеку что-то снится, диктанты какие-то, это его проблемы. Но к науке это не имеет отношения. А в принципе все эти повествования о том, что Христос якобы был в Индии, Персии и Тибете, посмотрите, вот здесь продавалось перед началом книжечка моя «Стонизм для интеллигенции». Там в первом томе, это во втором томе есть специальная глава «Был ли Христос в Индии?» Я попробую в этом те тексты, которые можно разобирать, я их пробую разбирать. «Совсем недавно стало возможным технически из одной клетки живого существа создать точную копию этого живого существа. В случае создания копии человека исчезает чудо, то самое, которое присутствует при создании оригинала. Как по-вашему, будет ли копия наделена свободой воли? Нет, дело в том, что свободой воли наделяют нас не папа с мамой. Учение церкви всегда было однозначным по этому вопросу. Родители дают ребенку тело, а это тело одушевляет Бог. Бог творит душу, которая соединяет с этим живым, начинающим жить существом с момента, скажем, зачатия. Поэтому я думаю, что по большому счету сушкине богословие это безразлично. Каким путем появляется это живое существо, если оно живое, если оно будет жить и думать, если Господь даст ему эту живую душу, значит, даст. есть экзюпери, удивительная книжка цитадель, последняя книга, написанная им, которая опубликована была согласно его завещанию, по-моему, через 40 лет после его кончили. И вот там есть такая притча, пришли учен, пришел некий ученый во дворец к царю и в присутствии придворных мудрецов или придворного мудреца. Он рассказал о том, что он сделал замечательное открытие. Он в своей лаборатории смог создать живого цыпленка из неорганических веществ. И из этого он сделал вывод. Видите, я доказал, что жизнь может создаваться сама, и значит, никакого творца не было и нет. он ушел в придворную академию. Бурно ему аплодировало. А потом к царю подошел в шут рассказал государь. Как ты на все это смотришь? Густав говорит, ну ты видишь, что доказали? Оказывается, Бога-то и не было. А шут говорит, государь, ты не заметил, что все это была большая шутка. Как можно на основании того, что этот ученый сотворил цыпленка утверждать, что остальных цыплят никто не творил? У отца Александра Личининова примерно такие строки. Может быть, есть у Вселенной Миры не знавшие грехопадение? Взирая на дальние звезды, не наблюдаем ли мы райские сады? Не могли бы прокомментировать это? Ну, видите, христианский взгляд очень геоцентричный. Помните слова апостола Павла? Я не желаю знать ничего, кроме Иисуса Христа и того распитого. Поэтому были христианины, как мне кажется, не очень интересно рассуждение о дальних мирах, но опять же, мысль отца Александра Личининова мне кажется, имеет такой смысл, что да, пусть, пусть там где-то далеко есть иные миры, пусть есть иные духи, иные разумы, иные живые существования во Вселенной, не знавшие грехопадения. То есть, они не знали грехопадения, значит, они не знали и таинство Боговоплощения. Значит, Христа у них не было, у них иной путь спасения. А если они знали грехопадения, в таком случае Бог, распявшийся на земле, распялся и за них тоже. Вот мы с вами живем, то есть, нас с вами не должно, вообще быть не может, с точки зрения, скажем, римских историков. Помните анекдот эпохи, брежневской эпохи? Когда спрашивают некого советского представителя, какой общественно-экономический строй у нас в стране, то он говорит так, а нет, это, простите, дают задание какому-то советологическому центру в Америке все-таки выдать формулу, как можно оптилизовать советское общество. Что это за такой тип общественного устройства? И их ответ был такой. В Советском Союзе много общественно-экономических формаций, на самом деле. Там есть коммунизм, это в пределах Кремля. Есть разнообразной социализм, в пределах Московской окружной дороги. Есть какой-то такой советский феодализм, это может быть где-то до Поволжны. А дальше такая фраза, а что за люди живут за Уралом и чем они питаются, науке это неизвестно. Так вот, точно так, с точки зрения каких-нибудь римских греческих историков, мы с вами люди, живущие за пределами обитаемых вселенной, за пределами Акумены, где-то в стороне Гиперборея, это полумифическая страна, и непонятно, живет ли там кто-нибудь, что там происходит и так далее. Так вот, тем не менее, хотя для грека это был фактический миф, тем не менее, мы говорим, что те события, которые взошли тогда, в ту эпоху античности, там, в Средневноморье, на Голгофе, это отношение и события имеют отношение к нам. До нас тогда не было. Мы живем в совершенно другой галактике, может быть. Для грека в стране Гипербореев другая галактика. И тем не менее, капли крови Христовой пролитые там обновляют весь мир, всю тварь. И поэтому сочнее чисто богословское такое, отвлеченного богословия. Это вопрос просто не имеет значения. Вот мы исповедуем, что любовь к Богу она такова, что через эту единую жертву апостол Павел подчеркнет в послании к Юриям Христос единожды приносит себя в жертву. Григорий Богослов в черных веке пишет, великое чудо, немногие капли крови обновляют всю вселенную. Так что, если там не было грехопадения, мы будем радостнее встретиться в горних обителях. Если оно было, то наш спаситель и их спаситель в таком случае окажется одним и тем же лицом. Не кажется ли вам, что после грехопадения при создавшемся тоталаризме зла на земле оказалось так много людей, не вышедших из комплекса самообоженной и поэтому не сумевших воспользоваться даром Христа, что цель земной истории дальше бесполезна, ибо неоправданна. Погибающих больше, чем спасающихся. Я пока не могу понять еще в чем вопрос. А, слушайте, я понял. Здесь просто идет ряд вопросов, которые более-менее на одну и ту же тему. Так у нас будет специальная лекция про мыслы Божьей и свободы человека, предвидение Божьей и свободы человека. Это за рамками сегодняшней лекции, где можно прочитать о православной точке зрения на так называемых индоевропейцев и их язык. Я думаю, в любой серьезной лингвистической литературе. Реконструкция индоевропейского языка, это чисто научная работа, литература здесь достаточно, увы, проблема в том, что она слишком специальна. Что вы знаете о протереи Стефани Лешевского? Ваша оценка его интерпретации Ветхого Завета? Назвали бы вы его русским тейяром. Во-первых, он сербский, а не русский. Во-вторых, я просто не знаю, что сказать. Если он русский тейяр, это значит, обидите его или напротив похвалить. Потому что тейяр воспринимается очень по-разному в христианской среде, в том числе и в России. А вообще книга Ца Стефана мне понравилась. Она мне понравилась в своих деталях, мой стиль прочтения Ветхого Завета совершенно другой. В некотором смысле, мне кажется, что эта книжка, я пояснил отца Стефана Лешевского, есть очень интересная книжка, не помню, как она сейчас называется, но это с отставлением библейского поискования творения мира и первой истории человечества и с данными современной науки. К моему удивлению, насколько я помню, книга была сделана достаточно компетентно с точки зрения научных данных. Но, тем не менее, мне кажется, что вообще это занятие, которое надо было бы оставить 19 веку. Вот это вот желание создать симфонию между библией и наук, книгой бытия и наук, потому что это, мне кажется, что за всем за этим есть какое-то унижение собственно библии. Но почему мы должны во что бы то ни стало перевести библию на язык, скажем, в современной геологии? Но придет вам в голову, не надо быть верующим человеком, но вам в голову придет переложить Евгения Онегина на язык политологии, на язык политэкономии или геологии даже. Но я понимаю, скажем, проблему, которую так любят обсасывать в советских школах. Библейский геоцентризм, дескать, противоречит системе Коперника. Во всей Библии только одна фраза, из которой следует, что Солнце вращается вокруг Земли. В повествовании о битве при Гаваоне, когда израильтяне сражались с филистимлянами, если не ошибаюсь, начинали одолевать своих противников. Весь день шла битва, но по законам жанра, дело в том, что на Ближнем Востоке просто темнеет вообще на юге, темнеет мгновенно, поэтому наступает темнота, а в темноте такая же драка. И вот только уже евреи почувствовали победу, но вдруг начинается темнотать, битва кончится, и враг успеет сгруппироваться, оправиться и наутро вновь. Тогда будет бой. Победа будет упущена. Иисус на вина издевает руки, крестообразно издевает, молитвы и просят Господи. Даруй нам победу, сотвори чудо. Просит солнца, встань над Гаволоном. Происходит чудо, солнце становится негалом, день световой продлен, и Израиль одержал победу. Ну, понимаете, что делать из этого эпического повествования астрономический вывод можно с тем же успехом, что обвинять в антинаучности Льва Николаевича Толстого, поскольку он, этакий невежда, описывает, что солнце встало на доустро лиц. Есть свой язык и поэзии, свой язык даже бытовой, свой язык эпоса. И у Библии есть свои задачи. И в число этих задач не входит задача описания структуры мироздания. в принципе не входит. Как говорил Галилей, Библия учит тому, как взойти на небо, а не тому, как устроить на небо. И поэтому всякие попытки так называемой апологетики найти какое-то изощренное толкование, чтобы совместить Библию с данными современной науки, они все приводят к появлению недолгоживущей макулатуры, в конце концов. понимаете, в чем проблема? Что чем более современная научная концепция, тем быстрее она устареет. И поэтому сегодня уже невозможно читать книги 19 века. Ни научные книги 19 века, ни те книги, которые пробовали перебросить мостик от Библии к науке 19 века. Продолжение следует...